Золотой километр. Это короткий участок дороги у Рижского аэропорта. Золотой он для таксистов, поскольку идет вдоль выходов из воздушной гавани. Еще совсем недавно заезжать на него могли только избранные. Сегодня проехать золотой километр может любой желающий. Одни говорят о возвращении дикого капитализма и лихих 90-х, другие о честной конкуренции. Но пока одни ликуют, а другие сжимают кулаки от досады, у аэропорта могут возникнуть серьезные проблемы с безопасностью из-за нынешней вседозволенности таксистов. Личное дело Алексея Дунде. Вторник, половина одиннадцатого вечера. В эти минуты в Рижском международном аэропорту один за другим приземляются самолеты из Киева, Москвы, Берлина, Анталии, Мюнхена, Гамбурга, Брюсселя и других городов. Это самый настоящий час пик для воздушной гавани. Самое напряженное время для всех ее служб. Между тем, на выходе из аэропорта работает настоящий конвейер. Пассажиры грузят вещи, быстро садятся в такси и уезжают, пока зону прилета не покидает машина панда-такси. Неожиданно пассажиры остаются наедине с собой. Медленно, но верно, очередь растет. Через какое-то время приезжает одна машина такси, потом еще одна. Вот так, мелкими партиями, в порядке живой очереди, пассажиры разъезжаются по домам и гостиницам. Очередь исчезает полностью только через 20-30 минут. Это новые реалии Рижского международного аэропорта. 6 сентября он выполнил решение Верховного суда и снял барьер и знаки, запрещавшие подъезжать к выходам машинам такси без особых пропусков. Вот что происходило в этот день фотографии и видео очевидцев. Версии таксистов по поводу происходившего и происходящего разные. Все, что здесь происходит, считаю, что это очень неправильно. Все-таки, в первую очередь, должна быть безопасность присутствовать для людей, хотя бы приезжающих. Кто сюда заезжает, зачем сюда заезжать, теперь никто не знает. И как мы вернулись опять, наверное, в годы 90-е, когда люди жаловались, что ездили по 40 евро в центр. Вот сейчас это повторяется. Только тогда латы были. Они хотят вернуть, чтобы было как раньше. Посмотрите все эти фотографии, все сюжеты. Стояли же только зеленые и красные. Они бардак и делали, когда все встали у въезда. С 2012 года и до недавних пор стоять у так называемого «золотого километра» имели право машины только двух компаний. Зеленый «Болтик-такси» и красный «Ригис таксометр Паркс» или «Ред Кап». Их водители имели эксклюзивные права на обслуживание пассажиров на выходе из аэропорта. За это компании должны были выполнять строгие требования. Например, располагать одновременно 50 машинами одинакового цвета с установленными GPS-регистраторами, доступ к данным которых имел и аэропорт. Кроме того, аэропорт брал по 100 тысяч евро в год за пропуск на свою территорию. Вот эти-то условия и стали причиной иска в суд в 2013-м. Валерий Утянский, владелец таксомоторного предприятия, оспорил порядки аэропорта, посчитав, что выполнить его правила смогут только две конкретные фирмы. Истец потребовал доступа к территории, поскольку аэропорт – это публичная, а не частная территория. Разбирательство в нескольких инстанциях и, как итог, постановление Верховного суда от 23 марта. Знаки и барьеры убрать. Всех таксистов пустить. Выполнил решение суда аэропорт только в сентябре. И это после того, как его руководители и госсекретаря в Министерство сообщения оштрафовали за невыполнение постановления суда. Совет по конкуренции полностью на стороне слуг Фемиды. Конкуренция должна быть, а рынок должен быть рынком в любом месте Латвии. Сейчас это показало, что не можно быть в общей системе, такой маленький островок, который закрыл, сделал шлагбаум, закрыл, сделал барьером, все превосходно. А то, что дальше происходит, это, конечно, у тех, которые занимаются разработкой политики, вот, рассматривать, что и как дальше. И аргументы аэропорта о потере контроля за качеством услуг здесь тоже не считают верными. А у нас и у Сумправления есть и целое министерство, чтобы следить за таксомоторным бизнесом. Пусть и следят. Правда, контроль пока своеобразный. Я думаю, что вот этот случай как раз показал, что отрасль как будто очень регулируется, за это платят, могут любой ездить на такси, который заплатил там 170 или сколько евро в год за лицензию. А на самом деле налоги, очевидно, вот сейчас возмущение не платится. Есть тоже какой-то риск, что подвергается безопасность пассажиров. Эти вопросы не решаются. Так что теперь вот так. Вместо золотого километра для такси – обычная платная парковка. Но появились и другие, не бросающиеся в глаза изменения. Эти бетонные блоки у выхода из международного аэропорта Рига появились совсем недавно. Это новые требования безопасности. По идее, блоку следовало бы находиться вот здесь. Но тогда бы он прикрыл дорожку для незрячих. Блоки появились не от хорошей жизни. Таким образом, аэропорт пытается выполнить требования Международной организации гражданской авиации. Одно из главных условий – полный контроль транспортного потока в непосредственной близости от здания аэропорта. В Рижском две точки доступа – внизу и наверху. Отличие с нижней части и верхней части состоит в том, что наверху, соответственно, с знаком дорожного движения, можно только выпустить или взять пассажира. То есть стоять там нельзя. Внизу такого ограничения нет. Они могут стоять, сколько они хотят. И это есть основное наше, о чем мы беспокоимся. Это не соответствует Международной конвенции по гражданской авиации. Раньше же эти несоответствия и устранял как раз тот самый барьер, который отделял проверенных таксистов от прочего мира. Теперь же машину совершенно официально можно оставить под самой дверью воздушной гавани. Только платить за парковку. И надо же было такому случиться. Именно сейчас в аэропорт приехал ревизор. Этого мы и опасаемся, что это может осложнить ситуацию с сертификацией. Пока что еще ничего такого не произошло. Но исключить такое нельзя. И сейчас проходит аудит именно по этому вопросу. И мы будем ждать, какие будут решения аудита. Его результаты – это вопрос престижа и дальнейшего сотрудничества с международными авиакомпаниями. О том, что аэропорт могут ждать неприятности, знают и в министерстве сообщения. В аэропорту есть критическая инфраструктура с элементами повышенной опасности. Любое действие, которое снижает уровень безопасности в аэропорту, может породить негативные последствия в отношении всех сертификатов безопасности, которые применяются в аэропорту. Требования к аэропорту исходят из массы обязательных нормативных актов. Так что сейчас аэропорту нужно будет найти решение, каким образом, не снизив уровень безопасности, выполнить решение суда. Демонтированные барьеры, создаются пробки. Нет логики, невозможно отследить потоки. Сейчас аэропорт вместе с правоохранительными органами работают в усиленном режиме, чтобы найти новое решение. Каким оно будет и каким будут результаты аудита – этого пока не знают никто, даже таксисты. Личное дело Алексея Дунды, Латвийское телевидение.